Всем здравствуйте! С вами на связи Елене Аблантиану. Я приветствую вас на своем канале и сегодня я решила записать для вас ролик. Обычно я делаю вступление перед раскладами, но не всегда это многим нравится. И я решила записать отдельный ролик, чтобы не мешать тем, кто любит смотреть просто расклады и ответить на несколько вопросов, которые я оставила открытыми в комментариях. Я сказала, что я обязательно про них расскажу, отвечу. Вот сегодня этот ролик, он будет посвящен ответам на ваши вопросы, на ваши вопросы, которые я не могла ответить в комментариях полностью в таком объеме, в котором я хотела бы рассказать и то, что я хотела бы до вас донести. Итак, сначала я хочу ответить для Андрея. Вопрос звучал следующим образом в одном из моих раскладов. Я уже сейчас не помню какой. По-моему, что-то связанное, по-моему, с ошибкой, да, совершаю ли я ошибку. Не суть. Была позиция, в которой говорилось о том, что слишком ушли в духовное и нужно немножко заземляться. И вы абсолютно правы в том, что я сама говорю о том, что нужно немножечко объяснять абстракции, да, чтобы разговаривать с вами на одном языке. Но вот, видимо, в раскладе как-то это не получилось. И я решила дать пояснение тому, потому что вы часто будете слышать в моих раскладах, да, слова там, духовности, заземляться. И вот как раз-таки, чтобы не было путаниц, чтобы вам было понятно, я решила объяснить вам свое понятие, тот смысл, который вкладываю я в эти понятия, да, чтобы было, конечно же, уяснили для себя, да, скорее всего, что я имею в виду под тем, либо иным термином. Итак, расскажу вкратце. Все, что буду рассказывать, это моя субъективная точка зрения, я всегда о ней говорю, это не истина, вы в это можете не верить. Как говорит мой любимый учитель, не надо верить ни на слово, надо просто пойти проверить. Можете, проверьте. Ну, в принципе, так этот принцип, он во всем желательно, чтобы мы все проверяли, да, а не доверяли людям. Не потому что мы их не считаем как-то авторитетами, а просто для того, чтобы мы смогли научиться, где иллюзия, где реальность, да, где правда, а где истина. Ну, это если мы действительно хотим развиваться, а вы находитесь на канале, который я, по крайней мере, вижу как развитие, поэтому развиваемся, да, не слушаем все, что я говорю, а перепроверяем. Итак, в чем заключается мое мнение? Все заключается в том, что у нас есть три плана реальности, то, как создан наш мир. Это физический мир, да, все о нем знают, это материальный, иначе физический, как мы его называем. То есть это предметы, которые нас окружают, которые мы воспринимаем своим сознанием. Что такое сознание? Это система, иначе мы ее называем бум, которая принимает знаки, информацию, обрабатывает ее и выдает нам на понятном нам языке. В некой степени, как бы так сказать, это своего рода иллюзия, но с какой точки зрения? То есть, вот, например, у меня зажигалка, я зажигала свечку, я не курю, я на нее смотрю, и, казалось бы, вот это вот материальная вещь, да, это материальный предмет, и он одновременно является иллюзией, и реальностью, реальностью с точки зрения, что я его воспринимаю через мозг, и на основе тех знаков, которые я получаю, своего прошлого опыта и знаниях я обрабатываю и говорю, это зажигалка. Но, с другой стороны, если посмотреть на этот предмет, то это все-таки иллюзия. Почему? Потому что, если я смотрю и говорю, что он сделан из пластика, то реальность была бы такова, что я должна была видеть то, из чего состоит этот пластик, да, то есть молекулы, атомы, то, из чего состоит на самом деле, да, а я вижу конечный продукт. Вот конечный продукт, он, как правило, является некой такой иллюзией. Поэтому это одновременно иллюзия, и реальность. Поэтому мы говорим, что наш бытовой мир физический, он одновременно является иллюзией и реальностью. Что есть реальность? Реальность – это есть деревья, трава, природа. Это реальность и одновременно это иллюзия. Почему? Потому что это мы воспринимаем траву как зеленую, да, через световые лучи, в зависимости от их длины, да, мы воспринимаем как определенный цвет. То есть на самом деле, если бы мы видели траву в реальности, такая, какая она есть, она была, не была бы, скорее всего, зеленой, она была бы немножко иначе, я даже не знаю, как это описать, мы бы видели ее настоящую суть, то, из чего она сделана. А это не цвет, далеко не цвет, вот, а это энергия. Ну, неважно, поэтому любой предмет, который находится на физическом плане, да, он является иллюзорным и одновременно он является реальностью. То есть я не могу сказать, что вот зажигалки нет, я ведь ее держу в руках, да. Поэтому в материальном мире она существует. Но одновременно наш мир, он создан на трех планах, да, три кита, о котором говорили, что вся планета держится на трех китах. На трех слонах, скорее, на одном, на ките, на трех слонах. Как-то так, да, раньше звучала эта формулировка о том, как создана наша планета. Ну, так вот, первое слово, это физически, вы об этом знали. И все предметы, абсолютно, они находятся на трех планах, на трех уровнях, да, в некой такой реальности. Стараюсь простым понятным языком объяснять и понимая, что сама в описании, искажая информацию, ну, потому что иначе я не смогу ее донести. Ну, так вот, материальный план, он самый нижний, он самый плотный по тому, как вибрирует наша энергия, они достаточно. Плотные и тяжелые, низкие, да, вибрации. Следующим уровнем у нас идет энергия. На этом плане, на энергетическом, да, мы можем воспринимать некие такие звуковые волны, которые, это когда, как бы вот сказать, когда человек заходит, например, да, в некое помещение, и вот от него, мы говорим, да, он излучает какую-то энергию, да, он в хорошем настроении, мы эту энергию почувствовать-то не можем, но мы считываем его хорошее вот это вот настроение, не только потому, что у него есть улыбка, а такое ощущение, что вот он светится, да, когда мы говорим вот у человека в глазах, мы же этот свет-то не видим, но мы это ощущаем. Вот это вот есть энергетический план. И есть последний план, самый высокий, это информационный план. Словно говоря, там, где находится наше я, но сейчас не про это. И вот на этом плане, да, на информационном, он опять-таки создан, состоит из нескольких слоев, самый низкий слой, это слой хроники, куда мы ходим за хрониками Акаши, это наша память. Когда я говорю память, я имею в виду память непосредственно нашей Земли и всех тех существ, органических, неорганических, которые существовали на Земле и существуют до сих пор. В общем, это, так скажем, хранилище, да, памяти. Далее идет непосредственно знание, которое мы можем получать, и выше идут законы, то есть то, на чем устроена вся наша Вселенная. Да, на законы, как мы говорим, например, причинно-следственная связь, это закон, да, что посеял, то и пожнешь. Вот про такие законы я имею в виду, которые вообще невозможно их оспарить, оспаривать, то есть они существуют для всех, абсолютно для всех, для всех слоев нашего мира. То есть есть некие законы, на которые повлиять никто не может, изменить никто не может, но им соответствует абсолютно все, не только люди, но и все живые и неживые вещества, да, если так можно сказать, сущности. Я даже не знаю, как это все объединить. Все живое и неживое, так скажем. Ну так вот, теперь смотрите, что получается. Когда я говорю о том, что мы уходим в духовное, да, это когда люди, в моем понимании, да, очень много времени уделяют неким знаниям, медитациям, когда люди взаимодействуют со своими учителями с тонкого плана, взаимодействуют с хранителями. Что получается? Человек, не сам человек, да, мы не можем тело поднять, потому что это другие вибрации, а там иные скорости, вот, восприятие сигналов. Мы тело не можем поднять, но что получается? Вот наша суть, да, условно говоря, то, что мы есть на самом деле, то, что управляет нашим организмом. Это тоже еще одна такая ошибка, когда мы думаем, что мы, например, не управляем своим организмом, что наш организм сам по себе работает. Кстати, на этот вопрос тоже отвечу, да, касательно курения и так далее. Что получается? Когда мы много времени уделяем этому, мы внутри себя фокусируемся, если мы медитируем, да, мы расширяем свое сознание, то есть, по сути, мы не находимся осознанно в нашем теле. И получается, что мы передвигаемся, либо находимся большее время вот на этом информационном уровне, да. Вот здесь вот находимся мы, наш физический план, а вот здесь вот информационный. Между ними вот такая вот прослойка энергетическая. И получается перекос. Почему получается перекос? Когда люди идут в духовное, когда очень много времени уделяют каким-то знаниям, уходят в отшельничество. То есть, у них нету, по сути, прямого контакта с телом. Почему? Потому что, когда возьмем медитацию, если мы действительно медитируем, то мы свое тело не осознаем. Это не то состояние, о котором говорят, что мы находимся в дзен, да, то есть ты сидишь и расслабляешься в позе лотоса, да, и, в общем, все прекрасно, и ты медитируешь. На самом деле, когда мы медитируем, мы не контролируем, то есть наше тело, оно само к себе не работает, мы его не контролируем, и мы не можем сидеть в позиции с выпрямятой, выпрямятой спиной с позвоночником, да, то есть идеально, если мы действительно делаем медитацию, лечь, потому что мы не можем контролировать свое тело, да, мы не можем отдавать команду одновременно и находиться в информационном поле. Что теперь получается? Получается, что мы не заземлились, да, либо мы очень часто находимся в каких-то своих иллюзиях, да, если мы не будем говорить о медитациях, а просто в каких-то мечтаниях. Вспоминайте себя, когда вы мечтаете, когда вы фантазируете, да, вы в этот момент не находитесь в теле, то есть вы не находитесь в осознанном состоянии. Почему? Потому что в этот момент вы не замечаете звуков, вы не слышите, что вам говорят, даже если к вам прикоснуться, иногда вы можете это не ощущать, вы не воспринимаете свое дыхание, не то, что вы нет, да, мы все дышим, но у нас нет ощущения, мы не чувствуем запахи, мы не можем понять вкуса, вот именно вот в этих мечтаниях. То есть что происходит, да, у нас немножечко видоизменяется сознание. И вот когда я говорю, я не буду разглагольствовать много, просто скажу, что вот когда я говорю о том, что мы уходим в духовное, то есть по сути, да, мы не находимся в нашем теле. А если мы не находимся в теле, мы не находимся в материальном, то есть в нашем мире. У нас происходит смещение нашего сознания. Теперь, как, что значит заземляться? Это значит находиться сознательно, не осознанно, а именно сознательно в своем теле, да. Когда у нас такое бывает? Например, когда мы занимаемся физическими нагрузками, да. То есть, например, мы делаем какие-то упражнения кардио. Вот попробуйте, если вы, например, там на степе ходите, да, либо прыгаете, да, элементарно, да, для мужчин, чтобы было понятно, если, например, отжимаемся, да. В этот момент мы не можем находиться в видоизмененном состоянии и как-то фантазировать. Весь наш фокус внимания, он идет на наше тело, да. Мы ощущаем где-то боль, где-то жаз, то есть мы находимся в теле. Мы полностью ушли с информационного, да, поля, и мы полностью заземлялись. То есть наши скорости, они стали низкие, потому что мы чувствуем свое тело, да. В этот момент мы можем ощущать запахи. В спортзал заходишь, воняет потом. Условно, да, я не говорю, что это так. Хочу сказать, что мы находимся, да, сознательно в своем теле. Теперь смотрите, что получается, да. Когда мы много времени проходим, каких-то фантазиях, мечтаниях и так далее, да, в духовности, то есть мы сфокусированы на то, то, что, то есть наша энергия находится там, чем мы занимаемся. Когда я говорю, что пошел перекос, то есть мы очень много времени занимаемся, какими-то знаниями, практиками, и мало времени уделяем тому, что нас окружает. Такое бывает, особенно, когда мы, допустим, уходим в виртуальный мир, да, когда много времени проводим, допустим, в соцсетях, смотришь, все, уже время прошло, а я, в принципе, ничего не сделала. То есть там залеп, тут залеп. Это и есть иллюзия. То есть вроде бы действие совершаем, да, вот точно так же и тут, образно. То есть мы переходим, да, в более высокий уровень информационный, либо убегаем из своей иллюзии, но мы не находимся в теле. И когда я говорю, что пошел перекос, много времени там и очень мало времени в теле, что я говорю, подразумеваю, скорее всего, когда говорю о балансе между духовным и материальным. Я не имею в виду, что вот сейчас я почитал, да, что-то узнал, а потом я пошел поджимался, занялся там зарядкой, бегом, и все хорошо. Теоретически это так, но смысл, который я вкладываю, он говорит о том, чтобы быть в балансе, почему, что нужно сделать. Здесь вот из того, что я не сказала, что получается? Получается, что я какой-то, ну, как будто бы дробная, да, то есть мы дробим свою жизнь на какие-то кадры, то есть вот здесь я занимаюсь этим, потом я занимаюсь этим. В идеале мы должны быть в балансе, например, как знак инь-янь, он не говорит, что отдельно белое и отдельно черное, а одно проистекает и входит в другое, точно так же, как, например, темные силы и светлые силы, когда у меня пришло, например, понимание, что это не противоборствующие силы, то есть они не борются между собой, а каждый выполняет свою определенную функцию, что белые силы, что темные силы, для того, для поддержания данного мира. Это точно так же, как мы играем в шахматы, белые и черные. Не будь черных, белые не имеют смысла, да, то есть против кого нету противника, с кем играют. То есть так же, если есть только белые, если есть черные, а нету белых, то опять-таки противника нет. Но суть заключается не в том, на какой стороне ты находишься, на белой или черной, а суть заключается в самой игре, то есть человеке, который наблюдает, да, либо играет в эту игру, то есть со стороны. Поэтому одну составляющую мы убираем из игры, и игра теряет смысл. Точно так же и тут. И не говоря о том, чтобы мы занимались только физикой, либо занимались только духовностью, суть заключается в том, чтобы... Баланс. Когда мы получаем какие-то знания, мы их должны заземлить, что значит применить на практике. Что значит практика? Применить в своем каждом дне, в быту. То есть что-то узнали, например, смотрели расклад и узнали о каком-то сценарии своих обид. Почему я обижаюсь? Вот это, условно говоря, информационный уровень. То есть мы пошли, помедитировали, увидели свои какие-то сценарии, что как, откуда причинно-следственная связь, где мы в прошлой жизни что натворили, почему мы сейчас получаем, что нам нужно сделать, мы получили эту информацию. Толку от этой информации никакой, если мы ее... Если она не будет служить нам на благо, понимаете? Если мы с ней ничего не будем делать. Поэтому получается, что выражение горе от ума... Мы не про это совсем, там немножко другой смысл, но все же, когда мы получаем много информации, а мы ее нигде не принимаем, толку от этого никакого. Но когда мы получили информацию, мы поняли, почему я обижаюсь, с чем это связано, какие сценарии. Мы начинаем эту информацию заземлять. То есть мы начинаем над ней работать. В таком контексте, проведу пример. Работаю сейчас над коммуникацией, над своим собственным эго, чтобы выявить. То есть я постоянно работаю на том, чтобы узнавать себя, потому что я себя не знаю. Это иллюзия о том, что я себя знаю. На самом деле, все, что я могу о себе предположить, это безусловно какая-то иллюзия, но хотя бы в этой иллюзии мне важно понять, почему у меня такие роли, какие маски я ношу, для чего, почему. Мне это интересно. Вот я работаю, допустим, над тем, чтобы понять, откуда у меня обида, почему она проявляется во мне. Получила я эту информацию, как я ее могу заземлить. Я начинаю работать. То есть я начинаю взаимодействовать с людьми. Я начинаю общаться. И одновременно, в момент, когда я общаюсь, я отслеживаю, то есть я нахожусь в теле, я эту информацию заземлила, я наблюдаю за собой, за реакцией на какие-то слова другого человека. Обижает он меня или нет? Если обижает, то где эта обида сидит, как она выглядит? И в дальнейшем я ее сопоставляю с информацией, которую я получила. А так ли это? То есть обижаюсь я. Почему? Потому что, ну, как вариант, я буду делать расклад, поэтому я привожу этот пример про обиды. Как вариант, да, обижаюсь почему? Потому что реальность не соответствует каким-то ожиданиям моим. Я эту информацию, я ее получила. Сейчас мне ее нужно заземлить. И поэтому непосредственно в отношениях с человеком я смотрю. Вот то, что он мне говорит сейчас, мне это нравится или нет? Нет, не нравится. Меня это, допустим, обижает. Почему? У меня автоматически начинает работать, да, мое сознание, ум, моя головешка, информация, которую я получила, я ее сопоставляю. А действительно ли я обижаюсь? Какая реальность, да? Что я ожидаю от этого человека? Включила ли я ожидания? Конечно, может со стороны слышаться, что это как-то, блин, и лень, и это слишком трудно. Но трудно для тех, кто это не практикует, да? Если ты это практикуешь, это становится твоим образом жизни. В моей жизни, в моем случае, у меня вот такой вот образ жизни, да? То есть, если я что-то изучаю, если я на чем-то фокусируюсь, я получу информацию, мне нужно ее перепроверить, мне нужно посмотреть, мне нужно убедиться, потому что любая информация, которую я получаю, она может быть искаженной, она может не являться истиной, если это идет от людей, да? Если это идет первоисточником с информационного плана, опять все-таки информация может быть истинной, а то, как мой мозг это обработал, это будет уже иллюзия. Поэтому я и говорю, что абсолютно все тарологи, без исключения, в том числе и я, получаем, допустим, если действительно считываем информацию с источника, она истинная, но в тот момент, как мы открываем свой рот, начинаем ее интерпретировать, она является уже субъективной и искаженной. Поэтому, когда мы слушаем расклады, мы отдаем себе отчет в том, что информация уже многократно искажена самим тарологом, нами, которые мы восприняли, и, ну, еще, возможно, дополнительно какие-то помехи были. Поэтому, как испорченный телефон, пока от одного человека отойдет информация до другого, она уже многозначно изменилась, поэтому, когда я читаю комментарии, не у себя на канале, потому что я не делаю расклады об отношениях, да, но выделяется какая-то женщина, говорит, уже год слушаю, когда придет этот суженый, и все, он не приходит, это все обман, это все вранье. С одной стороны, это так, а с другой стороны, это не совсем так, ну, то есть, многие факторы играют в том, для того, чтобы что-то реализовало, что-то случилось. Поэтому, отвечая на вопрос, как идет искажение, да, не искажение, боже, в другом месте у меня мысли, баланс между духовным и материальным, то есть, очень много знаний, и эти знания надо применять на практике. Я всегда говорю о практике, раньше я тупо брала информацию, но это было уже несколько лет назад, до Таро, а уж прочитаешь очень умные книжки и начинаешь какому-то другому человеку говорить вот эти шаблоны, которые ты вычитывал в книжке. Безусловно, опять-таки, да, доля, доля, истинная доля, но только лишь доля, малая, есть в этих высказываниях, но это информация, полученная тем человеком, который я писал, она уже искажена, и пока мы ее прочитали, мы уже получили свои собственные искажения, потому что мы находимся все, абсолютно все на разном уровне развития. Мы воспринимаем информацию многогранно, исходя из своего субъективного видения данной информации. Поэтому, когда я говорю в своих раскладах на будущее, чтобы вы знали заземляться, я имею в виду, подразумеваю то, что вы получили информацию, надо ее проверить на практике, так ли это, это будет ваш личный опыт, исходя из этого получается, что у вас допустим работает, а у меня не работает, потому что я так поняла, а вы поняли так. Но это, повторюсь еще раз, не значит, что мы вот здесь послушали информацию, получили ее, а потом отдельно пошли, позанимались спортом. нет, это не про это заземление, это когда мы пропускаем визуально, опять я вам так говорю, информацию, энергию, которая проходит с высших уровней, проходит энергетический уровень и входит в наш материальный, в наш материальный план. в зависимости от того, насколько наше тело сжато, насколько наше тело негибкое и сопротивляется данной информации, настолько эта информация нами принимается, либо не принимается. Если мы не умеем расслабляться, мы не будем гибкими, я уже про это много раз говорила, мы сопротивляемся данной информации, у нас нет готовности, мы зажимаем в теле реально свои мышцы и энергия, данная информация проходит искаженно. Почему? Потому что она не напрямую проходит, ей нужно где-то найти лазейки между теми зажатыми мышцами, которые и вообще нашим телом. То есть импульс энергетический, он проходит достаточно сложно. Это и есть искажение информации. Поэтому наша задача быть расслабленным, что нам поможет быть расслабленным. У каждого свой способ. Но идеальный, который говорили проще всего, это заняться физическими нагрузками, закряткой, бегом, кардио, уборкой, неважно все, что поможет, движению. Поэтому и говорят, что жизнь это движение. Потому что когда мы начинаем двигаться, тело начинает двигаться, по сути мышцы автоматически они работают, они начинают сжиматься, разжиматься, сжиматься, разжиматься. И там, где есть сжатие, там, где есть какие-то блоки, они с помощью нашей физической работы, они расслабляются. Поэтому после хорошей физической нагрузки вероятно, велика вероятность расслабления нашего тела. Это то, что нам нужно по жизни, для того, чтобы мы пропускали информацию. поэтому вот этот весь дискусс, о котором я уже говорю полчаса, он направлен как раз таки на то, чтобы было понимание, что значит духовное, это значит информация, материальная, это наш материальный, наш физический мир. И баланс между этим, как им и я, это когда эта духовная информация, она входит в нашу материю, не куда-то вовне, а внутрь нас, для того, чтобы мы получили опыт. Вот это и есть в принципе просто банальный смысл нашей жизни получать информацию, не сопротивляться ей и выполнять свою роль для предназначения каждого человека на самом деле. То есть получить информацию, обработать внутри себя, то есть прожить, пропустить, так же, как питание, прошло, проработало и вышло. Вот здесь точно так же, вот наша задача вот это делать, но мы начинаем сопротивляться, как выражается сопротивление и чему мы сопротивляемся. Сопротивление выражается непосредственно в сжатии, что значит сжатие, страхи, что такое страх, и как он работает на нашей физиологии. Когда нам страшно, у нас начинается стресс, гормоны выбрасываются, учащается сердцебиение, кровь уходит от пальца, рука, ног и идет непосредственно в область нашего туловища основного, то есть идет отток крови, опорожняется кишечник, все это, вся эта реакция для чего? Для того, чтобы человек был готов для реакции, для того, чтобы организм сам себя защитил, то есть выжил. Страх, как говорят психологи, проявляет себя в трех состояниях, это когда мы, нам страшно, мы убегаем, это когда мы видим, что противник сильнее нас, опять-таки наше сознание нашу мытооценивает и говорит, надо убегать. Если мы видим, что противник слабее нас, значит мы идем на падение, а если мы не можем определиться, насколько противник сильнее нас или еще что-то, у нас происходит третья реакция, это оцепенение, когда мы прикидываемся, что я не призвала, меня нет, я умер, типа, это вот оцепенение, это три проявления выражения нашего страха, мы находимся в этом сопротивлении в течение 24 суток, постоянно мы боимся, если вы будете отслеживать, особенно мне нравится о том, что у меня нету страха, я, если честно, не верю, я объясню почему, потому что выражение страха, оно проявляется, это не только там страх высоты, там, змеи, мышей и так далее, публичных выступлений, страх это реакция, это сопротивление либо информации, либо той ситуации, которая с нами случается, любое сопротивление, одним словом, а поскольку я, моя, моя версия, что я верю в перерождение души, у нас у всех очень богатый опыт из прошлого, и поэтому многие, многое, многие реакции, да, на что-либо, они настолько маленькие, да, что если мы не наблюдаем, если мы не находимся в моменте здесь и сейчас в постоянном отслеживании, да, своих изменений в организме, мы это не заметим. Приведу элементарный пример, когда я делала определенные практики и отслеживала на слово, например, инквизиция, я ощутила в своем сердце, в своем сердце, в своем теле достаточно жатия, то есть, если бы я не была в моменте именно отслеживания, я бы не обратила внимания, но мое тело среагировало, это были какие-то мельчайшие, как они называются, изменения, да, внутри тела, то есть, я почувствовала, что все-таки сжатие произошло, но, если бы я не отслеживала в тот момент сжатия, я бы поняла, что нет, у меня нет никаких страхов, у нас у всех есть страхи, большие и маленькие, а какие-то мы осознаем, которые дают достаточно сильную реакцию, а какие-то они настолько милые, что мы их не замечаем, но они, помимо того, помимо этого всего, они существуют, мы не можем сказать, да, что я не боюсь, поэтому элементарно вот эти вот страхи, зажатия, сопротивление, оно не дает нашему телу расслабиться, поэтому у нас у всех в теле есть разные блоки, на что мы реагируем, у нас у каждого есть определенные программы, программы, это убеждение, проще говоря, либо иначе говоря, это некий сценарий, который мы получили при рождении, ну, то есть, нас так воспитывал социум, да, мы сами что-то изучали, сами себе придумали, это правила, которые мы самостоятельно себе устанавливаем, либо с помощью других, либо сами, и когда вот эти вот правила, да, которые у нас есть, у каждого, они есть куча, и мы смотрим на мир через эти правила, через эти убеждения, и когда мы получаем какую-то информацию, какие-то сигналы извне, то у нас, естественным образом, наше тело начинает реагировать, да, если что-то приятно, да, то оно, в принципе, расслабляется, если какой-то сигнал нам не нравится, мы напрягаемся, и тут начинает включаться гормональные изменения, то есть гормоны начинают выбрасываться в кровь, и так далее, и так далее, и вот поэтому получается то, что я говорю, чем чаще мы расслабляемся, чем чаще мы, гибкость, кстати, тела, она с годами, если опять-таки не практиковать, то тело становится закостенелым, да, почему, потому что не хватает этой гибкости, потому что опыт нашей жизни, он нам дал вот эти вот дополнительные правила, да, когда мы все больше и больше боимся, то есть, если сравнить ребенка и взрослого человека, сколько всего боится ребенок, и сколько всего боится взрослый человек, поэтому у ребенка тело гибкое, подвижное, вот, у достаточно взрослых людей, да, если они никогда не занимаются, они закостенелые, и гибкости нет, причем гибкость не только в теле, но и в гибкость ума, потому что очень много правил, да, у каждого своя вот эта вот картина о мироздании, вот, в принципе, очень долго ответила, я знаю, я извиняюсь, но мне кажется, просто эта информация, она будет полезна, мне кажется, многим, вот, и еще на один вопрос, который я хотела ответить, касательно, чего был этот вопрос, я уже сейчас не помню, по-моему, я сказала касательно курения, да, и привычек, я думаю, что я запишу расклад, который будет называться, почему я зальпаю, либо для чего мне нужны привязки, ну, то есть, какой сценарий здесь проигрывается, для чего, вот там, может быть, я и расскажу о вступлении, посмотрим, но суть заключается в том, что на самом деле любая привычка, которая у нас есть, любая зависимость, которая у нас есть, мы ее, скорее всего, мы можем от нее избавиться, достаточно только этого захотеть и понять одну простую вещь, что на самом деле в нашей жизни мы управляем, это банальное выражение, которое вы слышите все много раз, но редко кто задумывается над этим, я скажу почему, потому что я сама много раз слышу какие-то слова, выражения, да, и верю, но опять-таки не проверяю в контексте того, что не задумываюсь, а так ли это, то есть не проверяю, и вот как раз-таки когда я действительно пришла к тому, что я являюсь хозяином своей жизни, а это значит, что я управляю своим организмом, если я сказала нет, значит я сказала нет, если я сказала, что я не буду курить, здесь нету такого, что мне сложно, мне трудно, вот когда у нас есть понимание, что нами кто-то управляет, а в данном случае организм управляет нами, да, то есть я хочу, да, у меня есть потребность вот в этом шоколаде, да, и я хочу это, и я буду есть, вот, тогда возникает вопрос, а где ваша сила, да, где сила, значит, есть просто недостаток силы, чтобы дать команду своему организму, чтобы он вас слушался, потому что на самом деле так это происходит, да, не организм нами управляет, не тело, а мы управляем, мы даем команду, да, курить, мы даем команду идти спать, мы говорим команду своему уму, мыть, почистить зубы, да, либо пойти искупаться, не организм нам дает эту команду, а мы даем команду, вот когда придет вот это вот понимание, да, четко заколенится, и тогда будет любопытно поэкспериментировать, то есть пока нету любопытства, мы ничего делать не будем, ну, по крайней мере, я ничего не делаю, а вот когда действительно становится важно и любопытно, в принципе, два раза начинала в своей жизни курить, два раза бросала, без какой-то помощи, просто, ну, для кого-то это может быть сила боли, для меня это как раз таки показатель, что я хозяинка своей жизни, да, показатель своей внутренней силы, если этой силы не хватает, значит, куда-то эту силу я трачу, либо на какие-то воспоминания, мечтания, думания, прошлое, планирование будущего, какие-то эмоции, обиды, и так далее, тогда мы свою энергию тратим на кучу всякой фигни, только для того, чтобы не стать хозяином своей жизни, и это не бронки слова, это мой собственный опыт, который я периодически отслеживаю, куда я трачу свою энергию, потому что для меня важно на данном моменте, для моей поставленной цели, к которой я иду, вот мне нужна энергия, чем больше этой энергии, чем больше этой силы, тем быстрее я достигну того результата, который я хочу, что я хочу, поэтому постоянно, периодически отслеживаю, как я каждую минуту, при первой возможности, ухожу в иллюзии, ухожу в мечтания, вспоминания, когда-то в голове своей прокручиваю сценарий, как кому-то что-то доказываю, что можно было бы переиграть вот этот момент, либо в будущем, пофантазировав, как бы это было, и это все энергия, когда я начинаю реагировать, что-то произошло, какая-то ситуация, там много эмоций, потом я вспомнила какие-то обиды в прошлом, потом я вспомнила еще что-то, то есть все, что угодно, лишь бы не делать то, что нужно сделать в данный момент, на это все тратится очень много энергии, на самом деле энергии у нас колоссальное количество, мы ее постоянно расплескиваем, и вот если не хватает вот этой вот силы, силы воли, которую я только что сказала, то просто нужно отслеживать, где и кому вы ее сливаете, чем быстрее вы закроете вот эти свои дыры, тем быстрее, тем больше вам хватит силы бросить курить, например, если есть желание. Каким образом сделала я? Элементарно, когда дошла до количества полутора пачек в день, это было, правда, очень давно, это был период, когда я разводилась со своим мужем, у меня заболела фаренгитом, причем фаренгит, в котором приступы были на удушье, то есть я не могла дышать, реально не могла дышать без кислорода, без ничего, в какой-то момент я поняла, где я, где жизнь, и нафига я это делаю, нафига я сама себя травлю, вот этот момент я себе просто сказала, все, я не курю больше, и я больше не курю, это был первый момент, а второй момент, по-моему, был перед рождением второго ребенка, когда я узнала, что я забеременела, безусловно, я хотела здорового ребенка, хотя врачи разрешают, там, одну-две сигаретки, чтобы там ломки не было, в такой всякой фигне, я сказала нет, и все, и после этого нет, больше не было сигарет, абсолютно, и такие вещи многие, ну, опять-таки, это не значит, что вот или они тебе все легко дается, это значит, когда у меня есть понимание четко, для чего я делаю, я этого просто не делаю, если я понимаю, то есть, когда раньше говорили, сахар это яд, да, он влияет на организм, его лучше не употреблять, то есть, если сравнить, там, я не знаю, наркотики и сравнить сахар, то сахар в несколько раз хуже, чем наркотики, он убивает медленно, но уверенно, когда мне это говорили, думаю, что за бред, да, я это увидела в прекрасном документальном фильме, который мне порекомендовала мой диетолог, Люда, Людмила, Людмила Романова, я прекрасно увидела это наглядно, и в конечном итоге до меня дошло, а зачем, зачем я себя травлю, а вообще зачем, знаете, сколькими вещами сами себя травят, мне я сказала, все, мне это больше не нужно, или это не то, что это диета, да, вот, как мы говорим, я посижу немножечко на диете, потом я дойду до определенного веса и опять начну, нет, это самообман, это иллюзия, а когда ты действительно делаешь это образом жизни, и да, у меня нету сахара, но при этом я знаю, что куча сахара есть в других продуктах, но я не могу этот сахар вытаскивать из этих продуктов, да, то есть если есть, там, я не знаю, в картошке, если есть в фруктах этот фруктоза, это тоже своего рода сахар, я не могу оттуда вытащить, но зачем тогда брать вот этот вот дополнительный искусственный сахар, да, сладости и все такое, то есть я не ем, уже, уже не ем, тянет, тянет, но когда ты, знаете, очень классно отследила, был такой момент, когда мама сделала булочки такие сладкие, что там посыпала, и они такие были красивые, их так тянуло, вот я помню, что я взяла, поднесла картофель, и мне старший сын говорит, а там есть сахар, и у меня как-то вот так, при акции с работой, я говорю, хорошо, я поняла, и положила обратно, и внутри себя похвалила, и сказала, блин, какая ты молодец, да, то есть лишний раз поиграла с дьяволом с искушением, но не получилось у него искусить, с одной стороны, меня это порадовало, потому что я справился, а с другой стороны, я понимаю, что эти искушения будут повторяться, а если они повторяются, значит еще моя программа не так устойчива, о том, что вот это не нужно есть, поэтому, что касается курения, как бросить вот это, вот точно так же, как алкоголь, кодирование, все такое, я в это не верю, я действительно в это не верю, я верю в человека, я верю в его силу, я верю в силу намерения, то есть я сказала, я не знаю, может быть я такой человек, то есть я сказала, все, как рукой отрезала, мне этого больше не будет, да, но до того момента, пока я это скажу, мне нужно доказательства, И мне нужно убедительное понимание того, что это так. Вот когда я своей головой до этого даю, что я поняла, все, потом меня уже сложно как-то искусить. Поэтому, отвечая на вопрос, я не знаю, насколько я вам помогла, если вы поймете и разберетесь, а зачем вы курите, да, и это не те картинки, которые показывают, что вот легкие там становятся темными, либо еще что-то, насколько мне известно, есть люди, которые курят, у которых нормальные легкие. А есть люди, которые не курят, и у них там затемнение какие-то легких и так далее. Поэтому, ну, это не тот аргумент, который лично мне бы, меня бы убедил. Поэтому ищите для себя аргументы, которые вас убедят, и проверьте их на себе, так ли это. Вот когда вы проверите и на собственном, как говорится, на собственной шкуре убедитесь, что это так, то потом уже не будет желания там курить, пить, там есть сладкое и так далее, и так далее. Потому что все это, в принципе, оно напрямую связано с тем, что я говорила ранее, как раз таки о стрессе. Стресс – это страх, да, это выброс гормон. Но если бы мы видели, что происходит в нашем организме, как мы его действительно травим, то многие вещи мы бы в своей жизни действительно изменили. Мы бы вот это вот понимание стресса, напряжения, мы бы его снимали. Поэтому перефокусируйте вот это желание покурить, скорее всего, на желание расслабляться. Более осознанно чаще отслеживайте свое тело, как оно реагирует. Вы просто замечаете, да, что происходит внутри вас. Насколько тело постоянно сжато. То плечи подняты, то здесь вот скулы, то шея сзади напряжена, то промежность напряжена, то бедра сжатые, то предплечи. Не знаю, у меня постоянно вот это вот. Я в течение дня отслеживаю, я думаю, блин, когда ты научишься быть расслабленным? Когда ты научишься? Потому что вот если говорить о духовных практиках, о которых мы говорили как раз таки, то вот эти знания, они приносят пользу. Очень мало знаний, скорее всего, очень мало пользы не принесет, я не знаю, понимания, существуют ли ангелы, кто такие хранители, есть ли сила рода и так далее. Вот эти вот знания, ну, если они действительно как-то на практике, да, вот в бытовой жизни принесут какую-то пользу, то окей, прекрасно, можно это изучать. Но если я понимаю, что окей, я получила эту информацию, о бытовой жизни, какая польза от нее, если я это не могу применить, то толку мне от этого. Но если я знаю, что, допустим, получил знания о... Как она называется? Выбила из головы. Практика. Активная медитация. Не помню, вопрос, ты с головой выбила, брать, я отключила ее мне. Вот. Если я понимаю, что вот эта вот практика, она будет мне полезна, элементарным способом, когда мне что-то нужно найти в доме, где лежит. Ты расслабляешься, даешь команду своему мозгу найти вот эту вещь, держишь фокус, внимание внутри себя на данной вещи и просто разрешаешь организму, перед телом, разрешаешь передвигаться, чтобы найти эту вещь, и он как зомби идет туда, где лежит эта вещь, и дает тебе, а ты ее до этого полчаса искала, и никак не могла найти. То вот такое вот применение знаний и магии, оно идет на пользу. И таких вещей, это мы называем в краске волшебство, да, чудо, когда мы не понимаем, как это устроено, вот, то такие вот знания, ну, в моем понимании, они действительно нужны. Все остальные знания, ну, мне кажется, они просто лишние, они отвлекают от суть. Ну, такая информация была сегодня. Большое видео, ну, надеюсь, кому-то оно понравится, может, кто-то будет смотреть, может, кому-то это будет интересно, а кому-то нет. С вами прощаюсь. Пока-пока.